Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайда. Итак, друзья, сегодня речь пойдет о Панда Банде, как вы уже, наверное, поняли из названия. А дело вот в чем. Вчера вечером, смотрю, появился новый ролик «Путешествие по Карелии», третья часть. Ну, я до вчерашнего момента смотрел этого блогера, точнее, эту блогершу с большим удовольствием. Она действительно делает очень классный контент, снимает свои путешествия, очень классная подача, мне все нравилось до вчерашнего момента. Собственно, концовка видео, я вам сейчас ее включу, вы можете сами посмотреть, ну а дальше мы попробуем с вами это дело прокомментировать. Естественно, в описании я кину ссылку на оригинальный источник и тайм-код, с какого нужно посмотреть. Поэтому рекомендую вам, ребята, сначала ознакомиться с оригиналом, а потом уже вернуться сюда. Инструменты на всех должен был взять Алеша, которого, как видите, со мной сейчас здесь нет. Понимаете, мне бы очень хотелось, чтобы люди путешествовали со мной, потому что я составляю интересные маршруты, потому что я интересный попутчик, потому что я много где была, ну что-то такое. Они из-за своих половых инстинктов. Чтобы вы понимали, мы с Алексеем, мы как бы вообще не пара, мы просто друг другу знакомые, вот и все. Говорит мне, так, мы будем вот приезжать в город большой, мы туда заедем, там на день нам надо будет остановиться, потому что мне надо снять шлюху. И я так, что? Чего? Кого? На полном серьезе, говорит, да? Я, я, что, я мужик, у меня потребность. И подкатывание ко мне с признаниями в любви, короче, человеку просто настолько уже не имется потрахаться, что он со мной там что-то не получилось у него, да, я его отшила. Каких-то девок там в гостинице домогался, теперь ему срочно нужна проститутка. Я не понимаю, что, до дома нельзя подождать? Подрочи, все пройдет. Объяснила ему вчера эту ситуацию, что... Что это за цирка вообще-то, короче, здесь устроила и сказала, что я со следующего дня еду одна. Просто осторожнее выбирайте попутчиков, особенно если вы девушка, вы рискуете просто вот с этой же херой толкнуться, когда тебе некуда человек одеться в лесу вдвоем, и начинаются вот эти... Ооо, я влюблям в тебя, боже, пойдем уединиемся, детка. Так вот, Саша взяла с собой в дорогу одного мужчину, Алексея. Ну, небольшая предыстория. Она рассчитывала, что Саша будет ей в дороге, ну, как помощник, типа как обслуживающий персонал. Ну, типично, как вот все женщины воспринимают всех мужчин, вот, исключительно как обслуживающий персонал. Ну что, ну, чтоб там цепь подтянул, колесо в случае чего поменял, там, пятое-десятое, ухаживал, ну, то есть создавал комфорт вокруг нее. А она вот вся такая красивая, прекрасная, отличный собеседник, она вот много где была, много что видела. Вот она такая вся замечательная, естественно, она никому ничего не должна, исключительно должны все ей. Ну, типичная девушка. Да, в принципе, она в этом не виновата, просто нас так воспитывают с детства. Мальчикам с детского садика внушают то, что мальчики обязаны, должны что-то там девочкам, женщинам, всем подряд. А женщинам, точнее девочкам, внушают с детства, что они такие все принцессы, и они должны быть только счастливыми, и все, больше они ничего не должны никому. Ну, и вот здесь та же самая ситуация. То есть, когда человек, то есть, давайте так, если женщина, если вы женщина, едете в лес с малознакомым мужчиной, значит, вы уже допускаете с ним какую-то близость. Ну, давайте будем откровенными. Если вы уже изначально планируете поездку с этим мужчиной, и вы знаете, что вы будете находиться несколько, неделю, две недели где-то в лесу, что возможно, возможно, будет близость. Это нужно допускать. Конечно, если исключительно руководствоваться вот тем, что я девочка и мне все должны, а я вот хочу, чтобы он был исключительно в данной поездке как обслуга, то да, тут, конечно, без претензий. Так вот, со слов Александры, Алексей начал ей там признаваться в любви. Это я, я там свечку не держал, но это, опять же, со слов Александры, вы сами это все видели или можете еще раз посмотреть, да, что он начал ей признаваться в любви, она его отшила. Но да ладно, но начинает она все-таки вот именно эту тему с чего? Что он сказал, как только мы остановимся в каком-нибудь городе, мы должны там побыть весь день, потому что мне надо снять шлюху. В принципе, что в этом плохого? Вы просто обратите внимание, как ее это возмутило, как так мой холоп, халуй, должен снять шлюху, не спросив меня, как так? Ага, вообще, вот это вот непонятное возмущение. То есть, в принципе, ну мужчина, да, заходил, да, его потребность там сходить в туалет там и снять шлюху. Ну, что в этом такого? Вполне, в принципе, все нормально. Ну, просто вот именно вот это ее возмущение, то есть... Я так, что? Чего? Кого? На полном серьезе говорит, да? Я, я, что я мужик, у меня потребность... Что, как он посмел такое сказать при мне, я его отшила. Знаете, вот это... Мне кажется, это очень слишком высокомерно, знаете, вот как... Действительно, он как будто не мужчина, а какой-то вот... Не мужчина, а вот просто холоп, который вот должен сопровождать госпожу и делать только то, что ей удобно, чтобы создавать вокруг нее комфорт. Честно, я как бы не говорю, еще раз, ребята, Сашин контент мне всегда очень нравился. Ее подача, вот эти путешествия, я все ее ролики пересмотрел. Но вот вчера, когда я вот видел, как она выносит это на всеобщее обозрение, я немножко был, честно, в шоке. После этого как-то мое отношение к ней немножко поменялось. Даже не знаю, насколько оно поменялось, но у меня сейчас какие-то смешанные чувства. Просто после вот такого ни один нормальный, вменяемый мужчина с ней больше никогда никуда не поедет. Вы понимаете, просто сегодня у нас в нашем мире творится что-то такое непонятное, что сегодня уже просто подойти к женщине, попытка познакомиться, это уже многими расценивается как попытка изнасиловать. То есть проявить к женщине интерес, это уже все, домогательство и попытка изнасиловать. Куда мы катимся? Жесть. И сейчас мне могут многие из вас написать, что да, нафига ты это делаешь, нафига этот видос делаешь. Я считаю, я имею право вынести это дело на обозрение, так как Саша сделала это первое. Она эту тему осветила для всех. Значит, эта тема, ее контента, значит, она доступна для всех. То есть, значит, мы можем открыто об этом говорить. Если бы она не хотела этого, она бы эту тему не подняла на своем канале. Соответственно. Поэтому я считаю, что я имею полное моральное право говорить сейчас об этом. Ну вот как-то так. Меня очень радует, что под видео, именно под Сашиным роликом, все комментарии в основном очень адекватные. То есть, все-таки вот это радует, что ее смотрят все-таки взрослые и понимающие люди. Еще раз говорю, ребята, девушки особенно. Если вы едете в лес с малознакомым мужчиной, то у вас уже должна быть какая-то симпатия к этому человеку, что вы, в принципе, должны уже допускать, что, возможно, будет близость. Если вам этот человек неприятен, именно физиологически, как мужчина, но не надо с ним ехать, потому что вы не знаете, как этот человек отнесется к вам. У Саши уже был опыт, и на ее раньше и ранешних путешествиях она ездила постоянно с разными мужчинами. Видать, они какие-то, ну, были, может быть, не такие, не хотели от нее ничего. Я не знаю. А вот с этим, с Алексеем, не прокатило. Имеем то, что имеем. Ладно, ребята, я просто высказал свое мнение. Вы точно так же можете высказать свое мнение. Никто этого вам не запрещает. Ну, а с вами был я, Вилли, канал Битрайдер. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а я желаю вам всем приятного, хорошего дня. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok